Приветствую, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как замедлить старение. На самом деле очень важная тема, потому что она интересует буквально всех. Каждое тело так или иначе стареет. В молодости мы этого не видим, а потом, когда происходит уже рубеж 30-40 лет, эти изменения становятся более заметными. Ну и после 50-60 еще более заметными. Что на самом деле происходит? Вы наверняка слушали ученых о том, что и почему, как. То есть, что у нас в теле есть специальные теломеры, которые со временем укорачиваются, укорачиваются, укорачиваются. Ну и, соответственно, потом тело начинает выглядеть уже не таким молодым. То есть, по сути, процесс регенерации все меньше, меньше и меньше. И он замедляется. Почему? Да, есть определенные генетические предпосылки к этому. Но это можно исправить. И сейчас ученые уже работают над тем, как сделать так, чтобы теломеры укорачивались или совсем не укорачивались. То есть, укорачивались либо медленнее, либо не укорачивались совсем. То есть, этот процесс можно замедлить. Я как это делаю? Да, то есть, вот вы можете посмотреть на меня, и это будет, как говорится, хороший пример, потому что моему телу сейчас 40 лет, вот, и я вот выгляжу таким образом. Да, можно сказать, что есть хорошая генетика, но есть еще и другие факторы, которые очень важны на мой взгляд. Первый важный фактор – это, конечно же, правильное питание. То есть, оно из чего состоит? Это фрукты, овощи, орехи, семена. То есть, то, что является живой пищей. То, что легко усваивается организмом и потребляется в необработанном виде. То есть, без варки, жарки, в сыром виде. Это называют еще сыроедением или живым питанием. То есть, когда человек питается живой пищей, она приносит ему полезные вещества и живительную энергию, которую мы называем праной. Второй, конечно же, тоже важный момент – это упражнения, физическая активность. И важно, чтобы это было на свежем воздухе. То есть, это прогулки, бег, гимнастика. Я вот, например, люблю гимнастику ходу и занимаюсь. И кто не видел, посмотрите ролик в интернете, и вы увидите базовый комплекс гимнастика ходу. И вы можете ее практиковать тоже ежедневно. Также очень хорошо помогает купание в водоемах. То есть, я вот, например, купаюсь в море постоянно, каждый день. Это тоже очень радостная практика. Даже когда холодно, это тоже можно делать. И вы постепенно входите в такой режим, когда вы привыкаете к воде. Ну и, конечно же, еще очень важный фактор, который я практикую уже на протяжении как минимум 20 лет – это практика духовного исцеления. То есть, это практика процессинга. Чем она мне помогла? То есть, до 20 лет я, по сути, занимался ничем. То есть, имеется в виду, просто не было какого-то цели в жизни. То есть, делал просто как все. То есть, сначала ходил в садик, потом в школу, потом в университет. И это все заканчивалось тем, что мне даже туда и ходить не хотят. Потому что я понимал, что там меня ничему не учат тому, что я смогу применять в жизни. То есть, это была какая-то бесполезная такая трата времени. Ну да, я общался с какими-то ровесниками. Были какие-то там встречи, общения. Но в основном это было мало интересно, скажем так. То есть, не было целенаправленности, не было какого-то такого эффекта, что я это хочу. И когда я познакомился, например, с процессингом, я начал ходить в организацию, которая преподавала генетику и саентологию. И я узнал о том, что есть не только мир видимый вокруг. Я узнал, что есть еще и мир невидимый, который мы чувствуем душой, но не замечаем, бывает, зрением. Потому что на него нужно обращать внимание по-другому. Это мир, который мы видим как бы невидимым зрением. То есть, мы его чувствуем, да. И что самое важное, я с помощью процессинга начал получать внутренние перемены, озарения. То есть, когда я заглядывал внутрь себя, то до этого я видел там какую-то сумятицу, пустоту, такую безжизненность. Потом я на процессинге смотрел вглубь и помогал этому выйти. То есть, если до этого у меня было больше какого-то непонимания, раздражения, каких-то подавленности, вот эмоций, связанных, ну, скажем так, с негативными ощущениями, да. Потом, когда я пошел глубже, я начал очищать это, давать этому возможность выйти. Но выйти как? То есть, это не то, что я там ходил там и ругался, кричал. Нет, это выходило в сессии, и это выходило осознанно. И то есть, когда у меня повышалась осознанность, я понимал, что в моем теле, в моем уме, в моей душе наступают колоссальные перемены. То есть, я чувствовал эти перемены и видел, что моя жизнь начинает меняться. То есть, у меня появляется цель в жизни. Появилась цель, например, что я почувствовал, что мир устроен не так, как вот нам преподносят, да, там по телевизору, учебниках, родители, друзья, а что все совсем иначе. Есть гораздо более высокие уровни жизни, бытия, как нами управляют, как нами манипулируют, почему это так происходит, какая у вас цель этих манипуляторов. И когда я это осознавал, то моя жизнь менялась. Я понимал, что теперь я хочу жить иначе. Я хочу улучшать свое состояние и помогать в этом другим. То есть, я прошел обучение, обучился на аудитора, на процессора и стал помогать людям, то есть, проводить людям процессинг, обучать их на аудитора, на процессора. То есть, и это помогло в том, чтобы улучшить состояние других людей. Когда я наблюдал за этим, то это было тоже очень здорово. Это такое вот отступление. Теперь вернемся еще раз к тому, как быть и оставаться молодым. Почему я рассказал об этом? Потому что это помогло мне убрать из жизни все то, что было мне не нужно. То есть, это и алкоголь, курение, лекарства, употребление различных веществ. Это какие-то беспорядочные половые связи. Это общение с ненужными людьми, токсичное общение. Это все то, что влияло на мою жизнь негативно. То есть, какой-то неправильный сон там, то есть, мало сна. Все это очень влияло на мою жизнь и снижало мою, скажем так, активность, работоспособность, мою молодость. Потому что, когда человек в хорошем состоянии, имеется в виду в душевном хорошем состоянии, вот тогда и происходит процесс омоложения, регенерации. Это происходит в таком состоянии тета-дельта-ритма, который у нас во сне происходит, или в медитации. И поэтому, если вы хотите действительно оставаться молодым, то вот те три фактора, которые я перечислил, они очень важны. Но третий фактор, это действительно фактор омоложения. То есть, вы можете погрузиться в состояние медитации и представить свое тело молодым. Можно прямо сейчас это сделать. То есть, закрыть глаза, создать пространство, почувствовать себя в этом пространстве. Почувствуйте ваше тело в этом пространстве. И дальше представьте, каким вы хотите видеть ваше тело. То есть, представьте его таким, каким вы его хотите видеть. То есть молодым, здоровым, счастливым, то есть радостным. Представьте и почувствуйте это, как ваше тело молодое, радостное, счастливое. И когда вы почувствуете этот целостный образ, вы почувствуете его в полной мере, насколько это возможно. Если приходят какие-то, скажем так, негативные суждения, которые мешают, как-то отдаляют вас от этого образа, то вы можете сделать уже известную практику принятия. Поставить руку на грудную клетку, солнечное сплетение, и сказать, несмотря на то, что я чувствую, что там мое тело нездоровое, старое и там больное, я принимаю, люблю себя, свое тело и свою личность, и мое старое больное тело. И дальше снова представить свое тело здоровым, молодым, счастливым, радостным. Вот и вот так вы делаете до того момента, пока не почувствуете, что ваш образ стал стабилен, что вы действительно верите и знаете, что ваше тело здоровое, молодое, счастливое, радостное, наполненное счастьем и гармонией. И вот когда вы это почувствовали полностью, вот и уже не приходит ничего лишнего, что мешает, вот на этом вы можете когда закончить этот процесс медитации, этот процесс омоложения тела, и после этого дать тебе подтверждение, что благодарю, поблагодарить себя, Вселенную, и наполнить свое пространство любовью, светом безусловной любви и гармонией счастья. Вот это такая практика, которую можно делать ежедневно, и она поможет вам в омоложении, и не только в омоложении, но и поможет вам действительно почувствовать себя здоровым, счастливым, и чтобы все недуги, хвори, которые вас одолевают, ушли. Вот и если вы прислушаетесь к другим рекомендациям, то есть то, что я говорил про питание, физическую активность, очищение организма от болезнетворных вирусов, бактерий, то есть тоже, как говорится, это очень важный момент, когда вы очищаете тело, оно тоже постепенно молодеет. То есть очищение вы можете сделать такое, какое вы хотите. Я, например, предпочитаю ходить в баньку, очищать тело, это очень полезный момент. Ну и, конечно же, пить достаточно водички ежедневно. Ну и когда вы питаетесь здоровой живой пищей, то тело само настраивает себя гармонично и очищает себя. Поэтому, друзья, основное в молодости – это то, что ваш настрой. То есть когда вы в уме, в душе, в теле настроены на омоложение и верите, что это действительно так, оно так и происходит. Поэтому делайте эту настройку ежедневно, и ваше состояние будет меняться. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то там не получается, то пишите мне в личные сообщения. Мои контакты указаны будут под этим видео, и мы сделаем бесплатную консультацию. Вы позвоните мне в Вайбере или там любому мессенджеру и пообщаемся. Я расскажу более подробнее, выслушаю вашу ситуацию. Потом мы сможем сделать сессию процессинга, где вы увидите, как это работает и как это помогает в исцелении. На этом, друзья, на сегодня все. Если вы хотите как-то помочь каналу, там реквизиты указаны в видео, под этим видео. Если видео вам было полезным, понравилось, ставьте, конечно, отметку «Нравится» – это палец вверх. Нажмите на колокольчик для напоминания о новых видео на моем канале, которые выходят ежедневно. И подпишитесь, если вы еще не являетесь подписчиком, и поделитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, оно будет тоже им полезным, важным и поможет в улучшении своего состояния. Добавляйтесь, друзья, будем общаться, и посмотрите те видео, которые сейчас появились на вашем экране. Там мой сайт тоже, там можно получить больше информации и больше данных обо мне и о процессинге. Вам всего доброго, счастья, молодости и осознанности, и до скорой встречи в следующем видео.